очень сочный не пережаренный не пересушенный просто обалденный получается шашлык и чем интересен такой шашлык тем что кусочки получается как бы плоские ровные и их легче даже кушать привет дорогие друзья и снова с вами станислав на канале шустрый бум сегодня в преддверии 1 мая а 1 мая это у нас шашлыки ну и конечно же очень много гриля сегодня хочу приготовить очень необычно и вкусно шашлык не будут задерживать ваше внимание начинаем готовить поехали способ нарезки на такой шашлык вообще необычный мясо у меня немного подморожено для удобства нарезки нарезаем вот на такие тесенки первый кусок обычно не получается мы как бы формируем первую линию она у нас уже должна быть ровно и потом нарезаем такие тесенки примерно по одному сантиметру толщиной это у меня свиная шея видите если она очень мягкая очень сложно нарезать но это не проблема у нас должны получаться вот такие вот тесенки ленточки так теперь делаем ленточки более-менее ровнее здесь мы играем жирок с мясом пойдет к кошечкам моим любимым делаем ленточки чтобы они были примерно по три сантиметра все это торчащее убираем большие куски разрезаем пополам у нас получается две ленты поэтому и говорю что нужно чтобы мясо немного заморозить да проще и легче это все делается так по количеству лука лука нужно брать на мое усмотрение столько же сколько мясо если у меня мясо полтора килограмма значит лука беру также примерно полтора килограмма нарезаю просто полукольцами в толщиной 6-7 миллиметров прежде чем отправить наш уже нарезанный лук к нашему мясу нам нужно предварительно его немного замариновать по специям добавляю примерно чайную ложку черного перца можно чуть больше смотрите на ваше усмотрение потом добавляю кориандр целый примерно столовую ложку хорошую кузненьку не жалейте 5-6 листочков лаврушки и хороших пару щепоток соли моем случае отправлю 3 щепотки хороших и 9 процентный уксус 2 столовые ложки теперь весь лук нужно перемять чтобы лук начал пускать сок он просто так в мясе пускает сок но ему это немного сложновато а когда вот мы надавим на этот лук он уже пускает сок а значит маринад происходит мясо сразу не постепенно а именно сразу такой шашлык можно уже через четыре часа отправлять на угли и жарить лучше конечно настоять мясо около 8 часов это мясо получается вообще нежнейшим вкусным и очень очень ароматным попробуйте этот рецепт сто процентов он очень вкусный и понравится близким аромат сейчас исходит просто неимоверный очень обалденный вкусный буквально 3-4 минуты просто переминаем кто-то скажет лучше жмых жмых отдает очень сильный аромат мясу и и потом при поедании уже самого шашлыка ты чувствуешь лук а вот именно нарезав лук полукольцами и вот немного вот таким образом замариновать а только потом отправить в мясо лука дает только сок аромат убиваем уксусом все теперь уже в кастрюле перемешиваем хорошо вместе с мясом не добавлять не буду никакой жидкости мариную как говорится собственным соку хорошенечко перемешали потом еще через четыре часа еще раз перемешаю и уже через восемь часов буду отправлять на угли аромат просто бомбически ребят все отправляем кастрюльку в холодильник пускай будет холодном месте прошло более 8 часов теперь нам нужно насаживать мясо на шампура начинаем формировать вот таким вот образом начинаем собирать наше мясо все теперь нам нужно это все зацепить наш шампур намного лучше когда шампур у вас плоский наконец конечник острый все аккуратно втыкаем шампур возле шампура все теперь ровненько отрезаем т.к. ну а rika я , я я как только угли при пилились можно отправлять шашлык мангал и и и и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. Ну вот и все дорогие друзья, шашлык готов, очень ароматный, очень сочный, стоит попробовать именно по этому рецепту, готовьте вместе со мной, мне очень приятно, также комментируйте, делитесь с друзьями, я с вами прощаюсь до следующего видео, всем пока. Очень сочный, не пережаренный, не пересушенный, просто обалденный получается шашлык, и чем интересен такой шашлык, тем что кусочки получаются как бы плоские, ровные, и их легче даже кушать. Кушать.